Задачи и перспективы развития кардиологии от центра к регионам. Тема объединила участников Международной кардиологической научно-практической конференции, организованной Министерством здравоохранения, Ассоциацией кардиологов Узбекистана и Республиканским специализированным центром кардиологии. На встрече обсуждены вопросы повышения эффективности профилактики и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и применения передовых методов диагностики в регионах. Международные эксперты выступили с докладами и поделились передовым опытом. Чтобы сердце было здоровым и билось долго, кардиологи всего мира объединяют свои усилия. И здесь важен опыт и практики каждого. С перспективами развития кардиологической службы Узбекистана отечественные специалисты поделились с коллегами из-за рубежа. От профилактики, раннего выявления, медикаментозного и эндоваскулярного лечения до открытых сложных хирургических вмешательств. Такая комплексная система диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний создана в Республиканском специализированном кардиологическом центре. К настоящему времени коронарография, стентирование сосудов, налажено и успешно проводится в ряде областных центров и в Республике Каракалпакстан. А открытые сложные хирургические операции на сердце в Наманганской и Харесомской областях. Сегодня 12 наших воспитанников возглавили кардиологические диспансеры в различных областях. Мы имеем возможность с ними встретиться и узнать результаты их работы, узнать, что им необходимо для дальнейшего продвижения. Сегодняшнее мероприятие, оно очень важное. Только из областных наших филиалов и центров 250 человек. Те контакты, которые мы зарабатываем во время этих встреч, они в дальнейшем служат нам. Поступал профессор Худик из Польши, город Лодзь. Он организовал серию мастер-классов в Чехии и в Польше для наших специалистов, которые поехали туда и полностью обучились сложным методам лечения аритмии сердца. Как снизить смертность в результате инфаркта миокарда? В чем особенности ведения пациентов с комплексной кардиоваскулярной патологией? Что нового в лечении хронической сердечной недостаточности при сахарном диабете? Эти и другие вопросы участники конференции рассмотрели на пленарных и секционных заседаниях. С научными докладами наряду с отечественными специалистами выступили ведущие кардиологи из Японии, США, России, Польши и других стран. В одно и то же время развитие и достижения, особенно то, что касается кардиологии, происходит не в одной стране, а по всему миру. Обмен идеями улучшает лечение пациентов. Беседая с узбекскими коллегами, я высоко могу оценить уровень их знаний. Однозначно, они владеют целым рядом эффективных методов, инновациями, которые мы хотели бы перенять. Интроваскулярная кардиология и физиология. Этим я хотел бы поделиться со специалистами из Узбекистана. Это уникальная техника, которой мы занимаемся уже 30 лет. Кардиология сейчас настолько динамична, настолько быстро меняется, насколько она разногранна, что нам надо обязательно собираться. Приятно, что здесь уже есть коллеги из Соединенных Штатов, из Японии, из Польши, из Украины, из Казахстана. Ну, понимаете, мы, во-первых, чем хорошо? Мы друг друга знаем. Мы говорим на одном языке. Крупица труда узбекских кардиологов есть в том, что мы имеем в России, потому что, допустим, мой учитель был из Самарканда. Задачи и перспективы развития кардиологии от центра к регионам также рассмотрели в ходе выездных школ и мастер-классов, которые прошли в городах республики. А международная кардиологическая научно-практическая конференция продолжит свою работу завтра и вновь объединит инновационные подходы и методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний.